Добрый вечер! Это новости на своем. Меня зовут Екатерина Сегида. Вот главная тема. Настольный теннис, легкая и тяжелая атлетика, футбол, баскетбол и другие виды спорта. В Дивном открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Все подробности в нашем репортаже. Вне закона житель Ставрополя зарабатывал продажей оружие, что было в арсенале. Отведать национальную кухню и познакомиться, например, с народным искусством. В Дневномыске прошла Покровская ярмарка. Джамиля Ибрагимова не осталась в стороне от праздника. Экспериментальная физика, спидкубинг, современная медицина и виртуальная реальность. В Ставрополе открылся Green Geek Fest, фестиваль науки и технологий. Что было интересного, расскажем в сюжете. Спортивным это утро выдалось в селе Дивном. Там торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. Новую арену уже пробовали местные атлеты, а также губернатор Владимир Владимиров. Илья Захаров тоже оценил спортивное оборудование. Село Дивное славится своими мастерами единоборств. Здесь вырастили немало заслуженных рукопашников. Если раньше спортсменам приходилось заниматься в полуподвальных помещениях и арендованных школьных залах, то теперь у них появился свой дом, физкультурно-оздоровительный комплекс. А вместе с ним и новые перспективы. У нас профилируется два вида рукопашного боя. Это обычный рукопашный бой, динамовская версия и армейский рукопашный бой. И там, и там у нас есть призеры соревнований различного уровня. Есть призеры краевые, межрегиональные, всероссийские. Один из таких призеров Николай Андрега. На недавнем международном турнире в Нижнем Новгороде он стал третьим. Преимущество нового спорткомплекса уже оценил по достоинству. Удобный, вместительный. До этого мы ездили, проводили другие города, села, соревнования. Сейчас сможем у себя дома. Это менее затратно. У тебя остается больше сил. Поздравить Николая, а еще тысячи спортсменов Апанасенковского района с открытием новой арены приехал глава Ставрополья. Несмотря на собственный день рождения, Владимир Владимиров с утра в рабочей поездке. Тем более повод значимый. Этот фок в Дивном ждали несколько лет. Это большое дело в части развития вас, дорогие дети. Очень хочу, чтобы вы здесь становились рекордсменами, находили себя, находили вне сомнения, что очень важно то здоровье, которое вам необходимо, чтобы дальше пойти в эту жизнь. Я очень хочу, чтобы с наших территорий выходили настоящие люди, в первую очередь. Я очень хочу, чтобы выходили достижения для нашей России, науки, спорте. Да просто, чтобы было для России будущее, а вы есть будущее. В спортивном комплексе развивают самые разные виды спорта. Среди них и страйкбол. Это стрельба из пневматического оружия. Снайперы Дивного тоже показали свои навыки. Работаем, верхняя линия, огонь. А тут молодцы. Нет, достойно, достойно. Конечно же. Оборудованием спортивных залов глава региона остался доволен, да и в целом комплекс оценил положительно. Сам объект, он, видите, многофункционален, достоин. Плюс, знаете, радуют дети, потому что они уже здесь проводят соревнования, пытаются оздоравливаться, развиваться. Это очень замечательно. Ну а то, что это восток и края, то, что это сельские наши территории, для меня это самое главное. Физкультурно-оздоровительный комплекс построили благодаря программе развития восточных территорий края. Общая стоимость проекта более 73 миллионов рублей. Также в Дивном продолжается модернизация стадиона. Он расположен рядом. Строители уже реконструировали теннисный корт с прилегающей территорией. Настольный теннис, баскетбол, тяжелая атлетика и другие виды спорта. В физкультурно-оздоровительном комплексе села Дивного более 210 тысяч человек ежегодно смогут заниматься спортом. Илья Захаров, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Флагманы пищевой и перерабатывающей промышленности и предприятия, только завоевывающие рынок. В Москве завершилась главная сельскохозяйственная выставка страны «Золотая осень-2019». Три дня участники общались в рамках бизнес-сессии и представляли свою продукцию на выставочных стендах. Площадка Ставрополя, как всегда, пользовалась большой популярностью у гостей, а удивить было чем. Впрочем, все самые интересные моменты этой осени собрала Кира Рогожина. Замечательно. Третий год уже пробую. Ну и как? Отлично. Все натуральное. Вот берем, попробуем, ну любим. Понимаем, что хорошая должна быть. Пожалуйста, пожалуйста, угощайтесь. А как понимаете, что хорошая эта продукция? Ну, Ставрополь, слушайте, это такие края, что ж тут говорить. Очень интересная композиция, очень понравилось оформление. Представлены ароматы, идут непередаваемые. Едва выставочный павильон ВДНХ открыл двери для посетителей, как к стенду Ставрополья начал стягиваться народ. Уже второй год подряд наша экспозиция занимает одно из центральных мест на площадке. Сочная клубника, хлебобулочные изделия, сырые, конечно, мясные деликатесы. Все, чем гордится пищевая индустрия Края, размещено на двух этажах комплекса. Это несколько десятков квадратных метров качественной натуральной продукции. В этом году вот этот яркий, такой, может быть, нестандартный в общем понимании стенд, он позволит как простому посетителю выставки понять, что наш край имеет практически все ниши, которые могут как накормить страну, так и обеспечить экспортную составляющую. Именно это является залогом успеха. Первыми выставочную площадку посетили представители федерального правительства. Возглавил делегацию премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Фонд же дал старт трехдневному выставочно-деловому марафону. В приветственном слове глава правительства отметил, что экспозиция и деловая программа выставки с каждым годом становятся все более насыщенными. Показывают не только достижения агропромышленного комплекса, но и новые приоритеты. Один из них – комплексное развитие села. Со следующего года стартует новая государственная программа, по которой мы продолжаем строить жилье, дороги, проводить газ, воду, благоустроивать сельские территории. В общем, стараться делать все, чтобы на селе жить было не менее комфортно, чем в городе. В этом году Ставрополье, как и всегда, удивляло гостей. Абсолютная новинка нашего стенда – посадочный материал и орехи миндаля. Выращивать его планируют на площадке крупнейшего плодопитомника страны. Закладка первых саженцев запланирована уже в 2020 году. По оценкам экспертов, рынок миндаля в России составляет около 100 миллионов долларов. Сегодня он полностью наполняется за счет зарубежных производителей. Наш орех должен занять свою нишу не только на отечественном рынке, но и выйти на экспорт. Как и другие направления, на которые делают ставку в экспортной политике края. Конечно же, мы всегда выделяемся среди всех регионов, потому что мы постоянно что-то привозим новое. В этом году мы с вами должны 3,62 миллиона долларов экспортировать с территории Ставропольского края. Эту цифру мы точно видим в этом году. В следующем году мы должны будем улучшиться на 37%. И уже выйти на цифру порядка 500 миллионов, ну там 492 миллиона, мы должны будем с вами улучшиться. Я думаю, что мы эту цифру уже выйдем в этом году. Поэтому пока что цифры говорят о том, что мы идем правильным направлением. Не только пищевой промышленностью может гордиться край. В соседнем зале наш Лермонтовский гидрометаллургический завод. Впервые на выставке после перезагрузки. И уже есть что показать. Предприятие специализируется на выпуске удобрений. Напомним, в прошлом году производство было перезапучено. Можно сказать, у предприятия начался новый этап. Меньше чем за год компании удалось не только выйти на те производственные мощности, которые были до рестарта, но и сделать значительный шаг вперед. Сейчас в продуктовой линейке около десяти наименований. География наших продаж, весь мир. Это, конечно же, домашний регион России, СНГ. И более 60 стран на экспорт. Это Латинская Америка, Европа, Австралия. В общем, самые разные регионы. И мы сейчас активно увеличиваем географию наших продаж. Выходим на новых клиентов, на новые страны. Это связано как с увеличением производственных мощностей нашей продукции, но и также в целом с развитием компании. Выставка – это еще и возможность найти стратегических партнеров, заключить выгодные соглашения, чем и пользуются наши предприниматели. Каждая выставка, любая, которую мы проводим, ее суть заключается именно в подписании соглашений по реализации тех или иных проектов. Поэтому все, что мы делаем в выставочной ярмарочной деятельности, направлено именно на конкретику, на подписание соглашений о сотрудничестве. Экономика края растет каждый год. То есть именно объем инвестиций, в основном капитал растет. Это и есть тот вклад, который вкладывает именно вот эта работа, которую мы проводим на ежедневной основе. С теми же предприятиями, которые в выставочную экспозицию не попали гости «Золотой осени», могут познакомиться виртуально. На интерактивной скатерти «Самобранки» представлен весь гастрономический потенциал Ставрополья. Работает она просто. Выбираем любой район. Например, Арсгирский. Нажимаем. Нам выдается краткая характеристика территории и то, чем она богата. Вот в Арсгирском районе, например, лепят вареники. Также в рамках выставки подвели итоги ведомственных конкурсов профильных министерств. И наши товары снова в числе победителей. Но в очередной раз убедились в том, что Ставропольские продукты – это знак качества. Кира Рогожина и Николай Попов. Ставропольское телевидение. Москва. А что будет с троллейбусами Ставрополя? Этой темой сегодня заинтересовались депутаты Краевой Думы на планерке. Некоторых парламентариев возмутила информация о том, что троллейбусный парк и вовсе хотят ликвидировать. Такая новость гуляла по интернету на прошлой неделе. Якобы инициатива исходила от Думы городской. Все дело в нерентабельности троллейбусов. Краевая же Дума, напротив, считает, что троллейбусы обязательно нужно сохранить. Более того, отдельные маршруты и вовсе сделать бесплатными, чтобы вернуть былую популярность самому экологичному транспорту. А конкурирующие маршрутки как раз-таки убрать совсем. Притворятся ли эти инициативы в жизнь? Скоро узнаем. К другим темам. Полицейские из Ставрополя изучают видеозапись, которая наделала много шума. И вот эти кадры. Микрорайон перспективный. На улице избивают пожилого мужчину. Делает это, видимо, один злоумышленник. А все остальные всячески способствуют. Никто не пытается остановить это безумие. Известно, что мужчина выжил. Но в каком он состоянии? Кто избивающий? И зачем они это делают? На эти вопросы предстоит ответить городским полицейским. Мы следим за ситуацией. В Апанасенковском районе на дороге Дивная Рагули-Арсгир погиб двухлетний ребенок. Он ехал на руках у женщины в отечественной шестерке. Машина влетела под трактор, который двигался в попутном направлении. Ребенок и женщина-пассажир скончались. Еще один пассажир и водитель госпитализированы. Обстоятельства ДТП уточняются. О других происшествиях в оперативной сводке. Вне закона. Житель Ставрополя зарабатывал запрещенными методами. Торговал оружием и боеприпасами. Об этом узнали полицейские. Совместно с сотрудниками ФСБ они несколько раз выступали в качестве покупателей. И во время контрольной закупки взяли мужчину с поличным. У него нашли и изъяли целый арсенал. Патроны, пистолеты и другое оружие. А также, среди всего прочего, была и марихуана. В отношении злоумышленника возбудили несколько уголовных дел. Расследование продолжается. Незваный гость. 39-летняя жительница Пятигорска пришла домой и не обнаружила ювелирные украшения. Полицейские выяснили, что в преступлении замешан 56-летний мужчина. Он делал ремонт в квартире пострадавшей и знал, где ключи от входной двери. Подождал, когда хозяева уйдут и провернул кражу. Ущерб 130 тысяч рублей. Зломышленник успел продать награбленное, а деньги потратить. Теперь ответит по закону. Переоценил силы. На трассе столкнулись легковушка и грузовик. Кадры последствия опубликовали в соцсетях. Как сообщили в ГИБДД края, водитель Вест ехал из Невиномыска в сторону Минвод. Не выдержал безопасную дистанцию и догнал попутный большегруз. В итоге на проезжей части оказалось все, что он перевозил. В аварии пострадал 19-летний пассажир легковушки. На месте ЧП работают наряды ДПС. Неудачная сделка. Минераловодские таможенники совместно с Назрановской транспортной прокуратурой и управлением Россельхознадзора по Ингушетии пресекли продажу санкционки. На одном из рынков Назране обнаружили больше 200 килограммов сливочного масла из Финляндии. Владелец объяснил, что купил товар по низкой цене у незнакомца. И о том, что эта продукция входит в список запрещенной, не знал. В итоге 206 килограммов масла уничтожили. Я напоминаю для тех, кто только что включил телевизор, вы смотрите новости на своем, и вот что вас ждет во второй части. Отведать национальную кухню и познакомиться, например, с народным искусством. В Невиномыске прошла Покровская ярмарка. Джамиля Ибрагимова не осталась в стороне от праздника. Экспериментальная физика, спидкубинг, современная медицина и виртуальная реальность. В Ставрополе открылся Green Geek Fest, фестиваль науки и технологий. Что было интересного, расскажем в сюжете. Мастер балансировки Ставрополец умело совмещает несовместимое. Покровская ярмарка в лучших народных традициях. И не хуже, чем у Гоголя, накануне прошла в Невиномыске. Две улицы города превратились в крупнейший рынок с продуктами и товарами народного промысла. Зато цены очень приятные, ниже рыночных. Ярмарка, как ей положено, была шумная, многолюдная и многоголосая. Джамиля Ибрагимова прочувствовала атмосферу. Такой ярмарке наверняка позавидовал бы сам Гоголь. Звучит она, как классик завещал. Разно, нестройно, шумно и многоголосо. На этом импровизированном рынке все, как 200 лет назад. Ярко и пестро. Вот под трещотку женщины исполняют частушки. Ах, какая красота, да, это колбанско. То, что вкусно, это да, а что полезно, сказка. А вот рядом под гармонь пляшут девочки. На стране его броня, острый нос с усами. А сестра мы поживали, чтобы с ней с гостями. А сколько разной всячины встретишь, едва вступишь на эти ряды. Овощи, фрукты, рыба, сухофрукты, мясо. Все свежее. Чуть подальше посуда из дерева, игрушки из ткани, украшения из кожи. Каждый предмет – отдельное произведение искусства. Купили деревянные игрушки, купили грибы маринованные. Сейчас пойдем мяско возьмем. Очень-очень шикарная ярмарка. Прекрасная, просто понравилась. Ярмарковать сюда приехали две сотни производителей и мастеров со всего региона. До чего талантливый. Кто-то у себя на поле выращивает сладкую малинку, кто-то, как, например, Виталий из Минвод, строгает у себя в гараже невероятные изделия из дерева. Кран такой, ломать не строить называется. Дети ставят кубики какие-нибудь и начинают их крушить. Кто-то варганит варганы, кто-то лепит свистульки из глины. Четыре ноты, две дырочки. Ни в какие времена продавцы не стеснялись зазывать к своим прилавкам покупателей. Более того, в старину для этих целей даже нанимали профессиональных зазывал. Все-таки это всегда было двигателем торговли. Налетай, торопись, покупай, живопись. Ну и какая же это ярмарка без угощений. Кормили всех желающих и совершенно бесплатно. И не чем-нибудь, а казачьими блюдами. Например, стерлядью на шампанском, приготовленную по рецептам 18 века. Накормят так, что будешь рассказывать и встречному, и поперечному. Посмотрите, королева нашего стола. Тыква запеченная с овощами, с рисом. Очень-очень вкусно. Каравай, конечно, хлебом, солью караваем. Дорогих гостей встречаем. Среди гостей у губернатора Владимир Владимиров. Его и встречали, и почивали на этой широкой ярмарке. Отпустили с хорошим настроением. Первое, наверное, все-таки более важное, это то, что мы людьми можем собраться вместе, пообщаться, порадоваться дню. Ярмарка еще хороша тем, что мы можем более, наверное, и качественные продукты, и по нормальной цене до людей довезти. Умеют невиномысцы ярмарку проводить. Это уже третья на их памяти. Две улицы города, Павлова и Менделеева, по традиции, превращаются в крупнейший краевой рынок. Почитано, что в день больше 50 тысяч человек пройдет мимо этих рядов. Все есть главное. И недорого. И овощи, и фрукты, и колбасы, и рыба. Нас нас очень устраивает. Глаза не разбегаются? Да, разбегаются. Гоголь писал, господи, чего только нет на той ярмарке. Если бы в кармане было рублей 30, то и то не закупил бы все ярмарки. Но окажись классик тут на невиномысских торгах, у него и вовсе не нашлось бы никаких слов. Найермарковались вдоволь Джемиля Ибрагимова и Александр Колодко. Ставропольское телевидение из Невиномыска. И в продолжение продовольственной темы. Комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности края регулярно проводит мониторинг розничных цен на товары первой необходимости. Итак, по итогам прошлого месяца стоимость минимального набора продуктов питания из расчета на месяц в крае снизилась. Сейчас продуктовая корзина составляет чуть больше 3800 рублей. Тогда как в среднем по России эта сумма больше 4000 рублей. Так, среди в списке подешевевших товаров это морковь, она подешевела на 15,3%. Репчатый лук подешевел на 14,2%. Картофель 11,6%. Яблоки чуть больше 9%. Свежая белокочанная капуста на 3%. И куриное мясо на 2,6%. Ну а регулярные ярмарки позволяют сдерживать и стабилизировать цены на продукты. А как найти применение 3D-сканеру и какие профессии будущего скоро придется выбирать людям? В Ставрополе прошел первый фестиваль науки и технологий. С лекторами из Колково и местными учеными познакомилась Сирина Ивановская. Вчерашние идеи современная техника сегодня позволяет превращать в реальные вещи. Конкретными примерами привлечь внимание людей к науке попытались организаторы фестиваля Green Geek Fest. На его площадках и разработчики новых технологий, и представители бизнеса, которые используют их в работе. А вот и современные технологии в действии. Это ручной 3D-сканер. С его помощью можно отсканировать любой живой или неживой предмет и получить его трехмерную модель. С такими возможностями можно решать любые инженерные задачи и быстро получать работоспособные прототипы для любой отрасли. Это трехмерная модель, которую мы можем впоследствии напечатать на 3D-принтере, либо вырезать на фрезерном станке. Также можем в цифровой модели примерить одежду, либо протез. Задача фестиваля, который, к слову, посетили более 500 ставропольцев, заинтересовать молодежь наукой и развивать разные технологии в регионе. Показать людям, что эти технологии дают, как они работают, для чего они необходимы. И пообщаться, например, непосредственно с представителями разработчиков этих технологий, кто их использует. Показать какие-то тренды, какие-то тенденции, которые будут в будущем, которые сейчас уже нам заметны и ясны, и явны. Каким будет ближайшее будущее, участники обсудили на лекционных площадках. Эксперты делились опытом в области медицины, робототехники, современного фермерства. Какие новые профессии появятся и как подготовиться к трансформациям на рынке труда, молодежи предложили узнать на фантастическом примере. Условно, если на Земле появляются инопланетяне, это означает, что открываются какие-то новые рынки по взаимодействия с этими инопланетянами. Это специально очень такое условное фантастическое упражнение, чтобы людям было не скучно. Но на самом деле эта же логика, она работает и на изменения на рынке труда. 3D-печать влияет на строительство, цифровые технологии влияют на медицину, например. И это все вызывает возникновение новых профессий. Прикоснуться к науке можно было и в зоне опен-эйра. Там развернулись познавательные и развлекательные площадки виртуальной реальности, экспериментальной физики, 3D-прототипирования, а также кибер-турнир и косплей-шоу. 3D-ручка – это для того, чтобы делать разные фигуры. Я еще не брала, но очень хочу попробовать. Привели меня сюда дети, теперь они мне все показывают, рассказывают. 3D-печать интересная, интересные научные опыты. 3D-очки очень интересные, увлекательные. Подобный фестиваль в Ставрополе провели впервые. В будущем он может стать еще масштабнее, уверены организаторы. А пока с интересом и пользой выходные провели Ирина Ивановская и Антон Поляков. Ставропольское телевидение. Теперь к новостям спорта. Наш спортивный обозреватель Сергей Надеян уже в студии. Сереж, привет. Он собрал все самые яркие моменты. Привет, добрый вечер. Самые яркие моменты выходных и игровые. Слушаем. К новостям. Ставропольский гонбольный клуб «Виктор» открыл третий фронт и в третий сезон подряд вступил в борьбу за Европейский Кубок Вызова. Два предыдущих розыгрыша викторианцы оступались на стадии 1-4 финала. Этот розыгрыш Евро-челленджа станет последним в истории. Поэтому неплохо было бы напоследок привезти чашу в Ставрополь. И первым соперником на пути «Виктора» стал итальянский клуб «Касана Маньяга». По договоренности команд оба матча были сыграны в Буденновске. О том, как закончилось двухраундовое противостояние, смотрите в сюжете. Население города «Касана Маньяга» в итальянской Ломбардии примерно 22 тысячи человек. Одноименный клуб более известен своей женской командой, 11-кратной чемпионкой страны. Лучшее же достижение мужчин — четвертое место прошлого чемпионата. Такое же, как и у их нынешнего соперника по Кубку Вызова. Правда, при всем уважении к чемпионату Италии уровень турниров все-таки разный. Поэтому российские болельщики вправе были ожидать крупной победы хозяев. Однако двухматчевое противостояние подготовило сюрприз для оптимистов. Но по порядку. Начало первой игры было равным. Потом после счета 3-3 викторианцы совершили рывок 6-1. Но вскоре снова дали себя догнать. И все же к перерыву разница в счете достигла трех мячей в пользу хозяев 16-13. Сергей Александрович Кленов нам дал в развивалке пару комбинаций, которые мы сыграли во втором тайме. И благодаря этим комбинациям мы вышли вперед, начали отрываться от итальянцев. И действительно, начало второго тайма полностью прошло под диктовку Виктора. За шесть минут разница достигла семи мячей. И ближе российский клуб итальянцев уже не подпустил. Итоговый счет первого матча 33-24. Очень серьезный соперник, прекрасная площадка, болельщики. Было круто. Мы подготовились к матчу, но мы не были готовы к нему ментально. Чтобы выбрать правильный путь, и это именно та причина, которая отличает поражение от победы. Таким образом, Виктор в девяти официальных матчах этого сезона одержал девять побед. Но, несмотря на положительный исход первой игры, наставник команды довольным не выглядел. Сегодня мы совсем долго находили свою игру. И, в общем-то, мы и не нашли ее, скажем так, до конца матча. Поэтому сейчас вечером, завтра утром разберем и постараемся завтра сделать правильно. В ответном матче в воскресенье номинальными хозяевами были уже итальянцы. И начали игру они тоже по-хозяйски. 3-1. Правда, вскоре все вернулось на свои места. И к перерыву разница в счете стала такой же, как и накануне. Три мяча. 14-11 в пользу Виктора. Однако во втором тайме российский клуб позволил итальянцам сравнять счет и даже выйти вперед. За две минуты до конца игры на табло загорелись знаковые для Ставрополья цифры. 26-26. И больше счет не менялся. И для итальянцев такой результат был сродни победе. Во всяком случае, об этом говорило их послематчевое настроение. Сегодня мы играли лучше, потому что играли дома. Шучу. А вот у игроков Виктора, который по результатам двухраундового противостояния вышел в следующий раунд Европейского Кубка Вызова, настроение было непобедное. Позволили себе немножко расслабиться. Ну нет, даже не расслабиться, а сыграть вот в такую игру, какая получилась. Вчерашний результат нам позволял сегодня проэкспериментировать с составом. Мы дали возможность поиграть всем. У кого-то получилось лучше, у кого-то хуже. Но в конце хотели выиграть, но уже выпустили основной состав. Но люди со скамейки так быстро не вошли в игру. Таким образом, за неделю Виктор провел три домашних матча, в которых одержал две победы и один раз сыграл в ничью. И на этом сложнейший октябрь не заканчивается. Впереди гостевая игра с московским «Спартаком» и домашняя с чеховскими «Медведями». Антон Киевский, Ставропольское телевидение. Еще минувшие выходные отметились в футбольном дерби. В Рыздвяном сыграли Ставропольская «Динамо» и Пятигорский «Машук КМВ». Перед матчем команды разделяли всего три очка. Игра подтвердила, что сейчас оба краевых коллектива примерно в равной форме. Но бою до острой атаки к забитым голам не привели. Нулевая ничья позволила пятигорчанам улучшить свое турнирное положение. После 13 туров ФК «Машук КМВ» расположился на шестой строчке с 18 набранными очками. Белоголубые остались на пятом месте. Вроде как дерби, да, команда с одного края. Недалеко в таблице находится, поэтому много борьбы. Поле тоже до конца немножко не позволило такую какую-то комбинационную игру. Я доволен тем, тем своей командой, тем, что они сегодня ту борьбу, которую соперник нам предложил, мы ее приняли и с честью выходили из единоборств. Это все новости спорта к этой минуте. Передаю слово главному человеку в этой студии в то время, когда нет спортивных новостей. Ну разве что ли, если только так. Спасибо, Сережа. Всего доброго. И как всегда, напоследок мы подготовили для вас одну необычную новость. Довольно удивительный человек живет у нас на КМВ. Его зовут Роман Гаврюшенко. Ставропольца можно смело назвать властелином золотой середины. Прославился парень своей способностью совмещать, на первый взгляд, несовместимое. Руслан умела выстраивать пирамиды из абсолютно разных предметов. Да что говорить, это лучше увидеть своим глазами. Ну что ж, своим талантом Руслан доказывает, что нет ничего невозможного. Не бойтесь ставить перед собой даже самые, казалось бы, недостижимые цели. Это все новости к этому часу. Если вы хотите знать больше, заходите на наш сайт stv24.tv. Там много интересного. На этом пока все. Всего доброго и удачного вечера. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»